Древний Китай Глава первая. Государство Шан-Инь Природа и население Далеко на восток от древнейших цивилизаций Индии и Передней Азии, во втором тысячелетии до нашей эры, на территории Северного Китая, образовалось рабовладельческое общество, а затем возникло и государство. Это имело большое значение для истории народов как самого Китая, так и других стран Дальнего Востока. В это время слагаются древние предания китайского народа, формируется китайское иероглифическое письмо, распространяется влияние китайской культуры. Фактически этот период является собой начало многовековой истории китайского народа. Название Китай заимствовано, очевидно, у среднеазиатских народов, назвавших страну, исходя из имени Китаев, народа монгольского происхождения, владевшего в X-XII веках нашей эры Северным Китаем. Ближневосточное и западноевропейское названия страны берут свое начало от таджикско-персидского слова «чин». В свою очередь это наименование происходит от названия древнекитайского царства «цинь», которое в III веке до н.э. завладело большей частью Китая. Сами китайцы имели несколько вариантов названия своей страны, но чаще всего называли по имени царствовавших династий, например, Джоу, Шан, Цинь, Хань и т.д. В древности было распространено название Джунго – срединное государство, сохранившееся до настоящего времени. Название Хуа – цветущее, или Джунхуа – срединное цветущее, ныне входит в состав наименования Китайской Народной Республики. Исходя из экономико-географических особенностей, современный Китай делится на восточный и западный. Территория западного Китая включает в себя обширные плоскогории с мощными горными системами – Гималайи, Куль-Лунь, Тянь-Шань. Самые высокие в мире горные гималайские хребты достигают более восьми километров в высоту над уровнем моря и образуют естественный барьер между Индией и Китаем. Что такая разделенность на протяжении многих веков была практически непреодолимой, свидетельствует расовая и культурная разность этих стран. В отличие от западного, восточный Китай не имеет таких мощных горных хребтов. Здесь большую часть территории составляют низменности, равнины при море, к которым примыкают средних размеров горы и горные плато. Восток Китая имеет более благоприятные природные условия, довольно мягкий климат, разнообразная растительность. Эти условия способствовали тому, что именно в этой части страны появилась древнейшая земледельческая культура и первые очаги китайской цивилизации, а также само государство. Китай обладает большой сетью водных артерий, но главные реки сосредоточены в основном на востоке страны. Они берут свое начало на западе и текут в восточном направлении. Понятно, что долины рек являются самыми плодородными и наиболее населенными районами страны. Древние жители Китая тоже предпочитали речные долины. Хуанхэ — главная река Северного Китая. Она несет свои воды более четырех тысяч километров. Ее бассейн был центром древнейшей китайской цивилизации. Хуанхэ — бурная река. Несколько раз она меняла свое русло, затопляла огромные пространства, принося неисчислимые бедствия населению. Однако самой большой рекой Китая является Янцзи, Янцзи-Дзян, которая имеет более пяти тысяч километров в длину. Центральный Китай — это и есть бассейн Янцзи. Около двух тысяч километров тянется главная водная артерия Южного Китая — Сидзян. В древности почти весь Китай был покрыт лесами, недра страны изобилуют полезными ископаемыми, моря, озера и реки богаты рыбой. Весьма благоприятен для сельского хозяйства климат восточной части Китая, так как на лето приходится наибольшее количество атмосферных осадков, а осень теплая и сухая. Западный Китай отличается коротким знойным летом и долгой холодной зимой. Как и в настоящее время, в древности население Китая не было однородным. Значительную часть восточного, северного и северо-западного Китая, согласно некоторым литературным источникам, уже в ранние времена занимали, собственно, китайские племена Шан, Ся, Джоу и другие. На юге и юго-западе Китая проживали родственные китайцам племена сино-тибетской языковой группы. Север, северо-восток и запад страны заселяли по большей части племена монгольской, тюркской и манжуро-тунгусской групп языков. В древние времена основными районами расселения китайцев были области среднего и нижнего течения реки Хуанхэ и равнина, которая примыкает к Джилишскому Бухайскому заливу. Здесь преобладали плодородные алювиальные почвы, иными словами, почвы наносные, образовавшиеся из речного ила. Они, да еще умеренный климат великой китайской равнины, способствовали развитию земледелия. Огромные пространства в северном и северо-западном Китае занимают лесовые почвы. Здесь древние племена находились в менее выгодном положении. Лес — это отложение минеральной пыли, которую сдувают с гор зимние муссоны. Частицы путешественницы содержат питательные вещества, например, органические остатки или легко растворимые щелочи. Это позволяет обходиться без удобрений. К сожалению, в районах Лесцевых плато дождей выпадает мало, что для успешного земледелия требует искусственного орошения. Именно в силу указанных природно-климатических различий племена, ожившие в районах Лесцевых плато, имели менее развитые земледелия, чем племена, обитавшие в нижнем течении Хонхэ. Разложение первобытно-общинного строя Данные китайских источников позволяют предполагать в Китае третьего тысячелетия до нашей эры наличие пережитков материнского рода, то есть матриархата. Древние источники, сообщая о происхождении первых вождей племен Джоу, Шан и Цинь, приводят имена не отцу, а матерей, поскольку отчет родства велся в то время по материнской линии. При матриархате сыновья наследовали матери, а не отцу. Согласно автору исторических записок Сыму Цяню, легендарные правители Яо и Шунь, стоя на пороге смерти, выбирали себе преемников отнюдь не из числа своих сыновей. Исторические записки Ши Цзи состоят из 130 разделов и представляют собой первую сводную историю Китая, которая охватывает период от древнейших времен до первого века до нашей эры. Сыма Цянь, второй первые века до нашей эры, использовал источники, доступные в его время и утраченные впоследствии. Его труд освещает множество моментов жизни китайского общества и государства, внутриполитические события, внешние связи страны в древности, экономическое и культурное развитие. Он доносит до нас воспоминания о времени, когда существовал совет родовых старейшин, с которым советовался вождь племени, обычно по наиболее сложным вопросам. По решению совета старейшин племенные и родовые вожди могли быть отстранены от выполнения своих обязанностей. Предание свидетельствует, что в конце третьего тысячелетия до нашей эры выборная традиция была заменена наследственным правом. Племенные вожди уже не избирались, появляется наследственная власть вождя, которая стала передаваться от отца к сыну, семья вождя обособляется от всего остального племени и становится со временем носительницей власти царя. В это время совет старейшин еще существует, но его права уже ограничены, а решение совсем не обязательно для наследственных вождей племен. С появлением во втором тысячелетии до нашей эры в Китае бронзы происходит разложение первобытно-общинного строя и переход к рабовладельческому. Этот вывод подтверждают данные археологических раскопок. К сожалению, источники не позволяют проследить весь процесс разложения родового строя в Китае, об этом сообщают лишь разрозненные данные. Исходя из них, можно сделать вывод, что рабство зарождается еще в недрах родового общества. Пленных, захваченных во время междоусобных войн, использовали как рабочую силу. Процесс этот происходил на фоне дальнейшего развития производительных сил, появления частной собственности на средства производства и продукты труда, роста имущественного размежевания и находился в постоянной борьбе как внутри племени, населявших Китай в древности, так и между племенами. Следуя китайским литературным источникам, ученые предполагают, что борьба внутри племен была борьбой у родовых старейшин против вождей племен. Как можно предположить, на основании древних преданий, в конце третьего тысячелетия до нашей эры определяющую роль на территории Китая играли племена Шан и Ся. В конце концов, решающую битву выиграло племя Шан, с именем которого связано создание первого в истории Китая государства. О племени Ся археологические данные почти ничего не говорят. Об этом племени можно судить лишь по некоторым информациям из литературных источников. Последние, между тем, свидетельствуют, что племя Шан первоначально заселяло бассейн реки Ишуй, северо-западная часть нынешней провинции Хэбэй. В последствии, как предполагают некоторые современные китайские ученые, названное племя расселилось из бассейна реки Ишуй в разных направлениях, на территорию современной западной провинции Шан-Си, на юг, в Хэнань, на юго-восток, вдоль побережья Бахайского залива до полуострова Ляо-Дун. Со временем племя Шан продвинулась еще дальше на юго-запад и проникла вглубь современной провинции Хэнань. В конце XVIII века до н.э. во времена правления Чэнтана племя Ся было окончательно покорено. Чэнтан, следуя китайской традиции, основал династию под названием Шан. Позднее после падения этой династии в надписях на бронзовых сосудах «Династию Шан» и в целом государство, а также его население, стали впервые обозначать иероглифом «инь». Это название стало общеупотребительным как в древних источниках, так и в современной китайской и иностранной литературе. Мы с вами тоже применяем для обозначения того же государства или же периода два названия «инь» и «шан». Название «шан» применялось до времени, когда это царство, царство Шан, было в XII веке до н.э. уничтожено. Скорее всего, слово «шан» берет свое начало от названия местности, где находились родовые владения вождей племени Шан. Это название сначала применялось для обозначения племени, затем его приняли в качестве названия государства и страны. Возникновение государства Шан. Инь Основные источники сведений о царстве Шан, Инь, данные по итогам археологических раскопок остатков последней столицы этого государственного образования, города Шан, найденных в районе города Аниян, недалеко от селения Сяо-Тунь, современная провинция Хэнань. Особый интерес представляют найденные здесь кости с надписями. Достоверно установлено, что надписи эти являются ничем иным, как гадательными записями. Вопросы иньских царей, адресованные оракулом, и ответы последних. Надписи вырезаны на костях самых разных животных, быков, оленей, к примеру, на панцирях, черепах и могут быть отнесены к периоду XIV-XII веков до нашей эры. На основании данных, полученных после прочтения этих надписей, ученые делают вывод, что вся территория царства Шан, Инь, разделялась на пять огромных районов, которые носили следующее название. Западные земли, южные земли, восточные земли, северные земли и Шан. Район Шан считался основным, поэтому в надписях он определялся как центральный Шан. Царство Шан, Инь, занимало территорию современной провинции Хэнань, а также части прилегающих провинций. Вокруг находился ряд полузависимых, в том числе и китайских, по языку племен. С западными землями соседствовали племена Цян, Джоу, Куфан, Гуйфан. С северными племена Туфан и Люйфан. С южными землями Цауфан и другие. По соседству с восточными землями обитало племя Женьфан. Некоторые представления о развитии производительных сил в период Шан, Инь, дают материалы раскопок. Хотя каменные и костяные орудия еще сохраняют свое немаловажное значение, широкое распространение получают изделия из бронзы. Сельское хозяйство Много изделий из меди и бронзы обнаружено при раскопках в Сяо-Туне Иньского города, столице царства Шан, Инь. Домашняя утварь и жертвенные сосуды, оружие, представленное мечами, секирами, алибардами, наконечниками стрел и копий. Найдены бронзовые орудия, это топоры, ножи, вилы, иглы, шилья и долота. Очевидно, что в период Шан, Инь, был достигнут достаточно большой прогресс в развитии производительных сил. Если, конечно, учесть, что в Дошанский период сосуды производились главным образом из глины, а хозяйственные орудия и оружие из камня и кости. Большое разнообразие форм, более искусная выделка изделий, богатая роспись сосудов свидетельствуют о высоком уровне зарождающейся цивилизации Шан, Инь, в обозреваемое нами время. Постепенно на смену примитивным формам хозяйствования, рыболовству и охоте приходят скотоводство и земледелие. Последнее стало играть особенно значимую роль. Для обозначения понятий, относимых к земледелию, в надписях на костях использовался ряд знаков. Пашня, поле, проса, пшеница, межа и другие, знак поле, тянь, изображался в виде соединенных вместе четырех квадратов прямоугольника, разделенного на несколько частей, или же в виде неравного пятиугольника шестиугольника. В северном Китае из основных зерновых культур распространено было проса, которое требовало относительно мало влаги. Культивировались также ячмень, пшеница, гаолян, сорга и, возможно, рис, выращиваемый в то время в бассейне реки Хуанхэ. Надписи на костях свидетельствуют о существовании во время шан, инь, садово-огородных культур, о разведении шелковичных червей, шелкопряда, о выращивании тутовых деревьев. Согласно легендам, шелкопряда разводили в Китае с самых древних времен. Шелковые коконы найдены при археологических раскопках одной из неолитических стоянок в селении Синьцунь провинции Шан-Си. Часто в надписях на костях встречаются знаки изображения шелковичного червя. Гусеницы шелкопряда были у жителей царства Шан-Инь в большом почтении. Их духом совершались жертвоприношения. В гадательных надписях часто встречаются знаки, которые изображают шелковые нити, платья и так далее. О том, как дальше развивалось земледелие, свидетельствует более высокая, чем прежде, техника обработки земли. Некоторые современные китайские ученые высказывают предположение, что уже тогда применялось орошение, хотя еще примитивное технически и в небольших размерах. Этот вывод подтверждают как надписи на костях, так и древние предания. Сообщение о зарождении искусственного орошения уже в доиньский период. В надписях на костях встречаются иероглифы, которые выражают идею орошения. Один из них изображал поле и потоки воды, которые, скорее всего, следует прочитать как оросительные каналы. При обработке земли уже применялись орудия из металлов, о чем свидетельствуют найденные в окрестностях Лояна и около Анияна медные лопаты. Прочтение многочисленных знаков в надписях на костях дает возможность предположить, что древние жители царства Шан-Инь при обработке земли использовали тягловый скот. Так, знак У изображал Вала, стоящего возле земледельческого орудия. Знак Ли, то есть плуг, пахарь, означает кроме Вала еще и лошадь. В гадательных надписях встречаются сочетания двух иероглифов, которые обозначают плуг и быка. Как свидетельствуют китайские легенды, в древности существовала спаренная вспашка, представляющая собой двух человек, распахивающих землю вместе. По-видимому, это была более эффективная форма разрыхления земли. Понятие «спаренная вспашка» носило и более широкое значение, а именно «соединение усилий нескольких человек при обработке земли», коллективную обработку поля. Рыболовство и охота теперь не играли существенной роли в хозяйстве иньцев, но еще сохраняли какое-то значение, о чем говорят все те же надписи на костях. Скотоводство занимало в иньском обществе довольно значительное место. Что это было именно так, подтверждает то количество животных, которое приносилось в жертву духом. Иногда оно исчислялось десятками, в иных же случаях, особо торжественных, сотнями. К примеру, в двух надписях говорится о принесении в жертву трехсот быков. В одной надписи приводится число «сто овец» и «триста быков». Археологические раскопки в селении Сяутунь, уже упоминавшимся выше, дали очень много костей, оставшихся от домашнего скота — овец, свиней, собак, быков, буйволов, кос. Все эти животные упоминаются в надписях на костях иньского времени. В них же, кроме того, есть свидетельства о приручении слона и оленя. Иероглифические изображения позволяют сделать заключение, какие именно животные были дикими, а какие уже одомашненными. Бык, например, показывался со вставленной врага деревянной перекладиной одной или двумя. Иероглифы, обозначавшие собаку и лошадь, изображали веревку и путы. Характерные изображения диких животных состояли преимущественно из знаков стрелы и животного. Слонов, очевидно, иньцы использовали в хозяйстве и во время войн с другими племенами. Кости слонов подвергались гравировке и росписи. Слоновьи кости, найденные при раскопках в Сяо-Туне, надписи на костях, упоминают, что слонов, когда присылали иньским царям, зависимые от них племенам. Сяо-Туньские раскопки показывают, что для транспортных целей иньцы использовали лошадь. Обычно в царские повозки или военные колесницы впрягали четверку лошадей. Надписи на гадательных костях говорят о паре запряженных лошадей. Развитие ремесел Именно в иньское время ремесло получило дальнейшее развитие. О том свидетельствуют прежде всего раскопки иньской столицы, от которой сохранились остатки жилых построек и дворца. Сооружения строились из дерева, только фундамент был из камня. При раскопках дворца были обнаружены различные мастерские иньских ремесленников. Там, где когда-то находилась мастерская умельцев бронзолитейщиков, остались обломки бронзы, разбитые формы для литья, шлак и пепел. Шудя по остаткам заготовок и другой утвари, можно предположить, что мастера производили бронзовое оружие, доспехи, шлемы, орудия производства, сосуды, различную кухонную утварь. Также были обнаружены и мастерские резчиков по кости. Они выделывали наконечники для стрел, шпильки для волос и многое другое. Археологи нашли мастерские ремесленников, выделывавших орудия из камня, ножи, топоры, наконечники для стрел и копья. В рассматриваемый нами период значительного развития достигло гончарное производство. Раскопки дали много образцов различных горшков, кубков, чаш, тазов и прочего. Для изготовления этой утвари использовалась глина различных сортов, в том числе и белая, каолиновая. Гончарный круг в это время уже был достаточно известен иньским мастерам, хотя сосуды производились также и ручным способом. Глиняные изделия обжигались, украшались орнаментом, иногда покрывались глазурью. Выше мы вели речь о развитии шелководства в иньское время. Об изготовлении шелковых тканей и развитии ткацкого дела свидетельствует существование таких иероглифов, которые обозначали понятие «шелковая нить», «одежда», «платок» и другое. Высокий уровень ремесла иньских мастеров, наличие множества ремесленных отраслей говорят нам о том, что ремесленное производство прошло уже немалый путь в своем развитии. Развитие обмена Археологические находки позволяют сделать вывод о существовании экономических связей между иньцами и другими племенами, в том числе и весьма отдаленными. Племена с побережья Бахай поставляли иньцам рыбу и морские раковины, обитатели территории современного Синьцзяна — яшму, медь и олова для выплопки бронзы привозились из районов в верхнем течении Янзидзян и в южном Китае. Иньцы обеспечивали продуктами и оружием кочевые и полукчевые племена, находки на реке Абакане сосудов, а на Енисеи — бронзового оружия, однотипных с изделиями шанских ремесленников, говорят о связях иньцев с племенами земель, которые сегодня называются Сибирью. Ученые считают, что, по крайней мере, после XIV века до н.э. мерилом стоимости у иньцев были драгоценные раковины каурии. В развалинах столицы царства Инь найдено много таких раковин с отполированной внешней стороной. Чтобы было удобнее их носить, в раковинах делали отверстия и нанизывали на нить. Стоимость связок, скорее всего, была значительной. В надписях упоминается о том, что подарок одного из царей состоял из не...